Ну что, друзья, Новый год всё ближе, значит, кремлёвские пропагандисты и чиновники решают непростую задачку. Как бы так красиво подвести итоги, чтобы все громко не смеялись? Ведь совершенно очевидно, что 2023 год у России получился, мягко говоря, так себе. И это при том, что ожидания у них были ого-го. Было множество прогнозов о победе и завершении путинской спецоперации. Полагаю, очень скоро Украина станет частью России. По меньшей мере, значительная её территория вернётся в Россию. В ближайшие 20 лет Киев, вероятно, тоже войдёт в состав России. А вместо этого в 2023 году Россия неожиданно узнала, что такое военный бунт. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок, с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Ваку». А суперзвёзды спецоперации теперь мертвы. Как мертвы и одиозные пропагандисты, с помощью которых прокачивались самые грязные фейки. Вдруг замолчали две ключевые фигуры противостояния – залужные Буданов. И все поняли, что Россия может заставить замолчать, когда она это захочет. И у всех вопрос, ребята, а кто следующий? Теперь замолчит. И это к слову о том, что не вывозит не только армия, но и ФСБ. Ну а то, что российская армия именно не вывозит – это совершенно точный факт. Чтобы в этом убедиться, посмотрите просто российскую предновогоднюю браваду. Слава богу, обнадёживающие новости с фронта приходят. Инициатива на нашей стране. Ольга, да везде у нас инициатива на нашей стране находится. Практически на всех участках фронта у нас есть продвижение. Если мы с севера на юг пойдём, и на Купинском направлении, на Артёмовском направлении, с севера от Артёмовского района Богдановки есть успехи. Юго-западнее – это Клещеевка-Андреевка. У нас открывается оперативный простор для выхода во фланг угледарской группировки укронацистов. То есть везде якобы идут продвижения. Вот только конкретики никакой. Им хочется зачитать список захваченных населённых пунктов. Страшно хочется. Но зачитывать нечего. Два года идут бои за локальные населённые пункты Донецкой области. Той самой области, которую в Кремле собирались взять за два дня. Денис Пушилин. До выхода сил ДНР и ЛНР на границе Донецкой и Луганской областей остались считанные дни. Более того, можно вспомнить, как на эфире у Соловьёва политолог Яков Кидни уверял россиян, что не взять Славянск за две недели – это позор. Славянск ещё не освобождён. За две недели можно было дойти до Львова и обратно. С тех пор прошло два года, а ВОС и ныне там. Точнее, стало только хуже для России. Ведь в сравнении с первыми днями спецоперации фронт, наоборот, отодвинулся от города. То есть всё, что говорили в российских студиях, оказалось полной чепухой. И чтобы глубинный народ не расстраивался, пропагандисты всеми силами ищут отмазки, пытаются натянуть сову на глобус. То у них победа, что Байден во время речи Зеленского высморкался. Это реакция Байдена на выступление Зеленского. Во время речи Зеленского на совместной пресс-конференции Байден демонстративно высморкался и пообещал не бросать Украину. Потом водили хороводы по случаю удаления колонки об Украине в газете «Вашингтон пост». Газета «Вашингтон пост» в этой связи официально убрала с главной страницы спустя полтора года вкладку о ситуации на Украине. А это означает только одно – вместе с перспективами пропал и интерес Запада. И, наконец, свежая суперсенсация. Теперь в России, чтобы оправдать беспомощность оккупантов, меряют ВСУ в европейских армиях. Мол, по количеству это 3-4 европейские страны. Начинали они тоже эту операцию в вооруженных силах Украины. Было там где-то по разным оценкам от 700 до 800 тысяч человек. То есть мы боем сейчас на территории Украины примерно с армиями. С армией, которая по численности соответствует примерно 3-4 европейским армиям. И ты слушаешь и думаешь, божечки, вот что в головах у этих невменяемых? А можно еще и в армиях условного Люксембурга мерить. Это ж тогда России целых 500 европейских армий противостоит. Чем не повод гордиться? Если говорить вот по чисто показателям боевого состава и численности, то наши вооруженные силы, наверное, сегодня действительно не просто самые подготовленные, но, наверное, и самые боеспособные, самые могущественные в мире. Но опять-таки все эти финты ушами у чиновников и пропагандистов не от хорошей жизни. Конец года. Между ожиданиями населения и реальностью целая пропасть. Вот и приходится как-то крутиться. Причем это же не только так называемые спецоперации касаются. Послушайте, вот какие цели ставил Шойгу армии в 2023 году. Приоритетная задача на 2023 год. Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии. Вау, мир в Карабахе. Серьезно. Ну и как успели? Нам одним кажется, что вы настолько классный мир обеспечили, что сначала своих же солдат хоронили. В Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы. 20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанниатак автомобиль с российскими военными подвергся обстрелу из стрелкового оружия. А потом так вообще отдали регион, где, кстати, собирались строить военную базу. Та территория Карабаха, которая находится под реальным физическим контролем российских миротворцев, это может стать отдельной самоуправляемой территорией, провозглашено Азербайджаном, и передано России в аренду на 50 лет с правом создания там военной базы гарнизонного типа. Скажем больше. Нагорный Карабах был типичным островком русского мира, где и аннексию Крыма приветствовали. В Нагорном Карабахе ликование. Этот концерт здесь устроили в честь крымского референдума. И признанию фейковой ДНР и радовались. Нагорный Карабах поддержал решение Путина о признании республик Донбасса. От имени властей и народа республик Арцах приветствую решение президента Российской Федерации Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, говорится в заявлении Арутюняна. Но великий собиратель земель по фамилии Путин Нагорный Карабах успешно профукал. Теперь, по сути, эти территории — это сфера влияния натовской Турции. То есть слив геополитическим оппонентам продолжается. И как же забавно было смотреть на жалкого Шойгу, который не постеснялся доложить Путину об успешном выполнении задач. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в целом все задачи, определенные на 2023 год вооруженным силам, выполнены. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны. Как говорится, продолжайте выполнять задачи в том же духе. Может, со временем из штаб-квартиры НАТО Шойгу и компании похвальную грамоту пришлют. Уже, блин, и на западных границах НАТО и Балтийское море, по сути, внутренним морем Альянса стало. Итак, Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. А значит, общая граница западного военного блока с Россией сегодня увеличилась более чем в два раза. По сути, уже сейчас, а со вступлением Швеции в НАТО этот процесс будет завершен, Балтийское море стало внутренним морем НАТО. И на Кавказе НАТО укрепляется. А Шойгу все об успехах докладывает. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в целом все задачи, определенные на 2023 год вооруженным силам, выполнены. Хотя не все в России, похоже, понимают, насколько неуместным является и самообман, и глупое надувание щек на фоне многочисленных геополитических провалов. Мы, например, были в шоке, когда наткнулись на умозаключение пропагандиста Прилепина. Чувачок, если кто не знал, доверенное лицо Путина на предстоящих псевдовыборах. У нас война, я хочу дойти до Киева. Это самое главное, собственно, желание в моей политической карьере на сегодняшний момент. Ну все, спасайся, кто может. Сейчас вот Киев ребятки захватят и сразу маршем на Казахстан и Узбекистан. Я всерьез на самом деле говорю, я не шучу, не валяю дурака. Будем далее продвигать тему, дезавуировать документацию о распаде Советского Союза, что позволит нам в любой момент, собственно, сказать, что так как 2 миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы, собственно, претендуем на вашу территорию. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории? Никто. А теперь просто вдумайтесь в эти уровни. Доверенное лицо царя прямым текстом угрожает в том числе и союзникам по ОДКБ. Хочет насильно учить людей русскому языку. Я на самом деле еще стою искренне за то, чтобы вот эти вот территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их присоединять просто целиком и уже на месте их, ну как бы обучать русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а там уже, собственно, в Узбекистане, допустим. И это все, что нужно знать о современном российском антифашизме. Правда, у нас есть скромное мнение, что из Китая один раз бровь поднимут, и кое-кто даже мечтать о Средней Азии перестанет. Хотя на месте Прилепина мы бы и о Киеве постеснялись заикаться, особенно в свете вот таких вот кадров из прошлого. То есть взрослый мужик в годах еще 14-15-х собирал лайки на видосиках, где якобы выезжает на штурм Киева. Он же, будучи советником Сань Захарченко, науськивал его на вот такие жалкие шоу. Наши воинские соединения готовы взять штурмом Киев. С тех пор прошло 8 лет. И очень хочется понять, а что такое Прилепин? Тогда выехал и до сих пор не доехал. Может, на бензин такому герою просто денег не хватило? То, что мы возьмем в Киев через 2 недели, это было замечательно в газете «Право». Это этот подход со стороны Москвы, со стороны людей, которые управляют Россией. Мне такой подход нравится. Но в том-то и дело, что русский мир – это о словах, а не о делах. То есть сегодня ты говоришь одно, завтра другое, потом третье. Обещаешь и не выполняешь. И всем на это пофигу. Вот почему у пропагандистов так развязаны руки. Если Зеленскому отрубить голову, он еще час будет кудахтать про помощь Украине. Милей и зелей – два по цене одного. Ручные, прикормленные, слушаются команд на английском языке. Это, кстати, еще один классический пример российских переобуваний в воздухе. Много лет подряд останкинские крикуны приписывали Аргентину к своим союзникам. Кричали о скором вступлении страны в Брикс. Пять стран Брикс – это 31,5%, большая семерка – 30,7%. Напомню, это данные американо-британской структуры. И совсем не исключено, что они подкорректированы в пользу G7. Знаем мы этих джентльменов. Но в любом случае гегемон уже не гегемон. И это в Брикс еще не вошел Иран. Не присоединились Аргентина, Саудовская Аравия, Алжир, Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. Но жителям Аргентины такая перспектива явно не порадовала. Вот почему новый президент страны чуть ли не первым указом отменил интеграцию в Брикс. Ну а когда в латиноамериканскую страну приехал президент Украины, пропагандистов разорвало на мелкие кусочки. На этой неделе Вова Зеленский умудрился станцевать аргентинское танго под американскую дудку. Годы идут, а нацистов все так же тянет в Аргентину. Чтобы о нем не позабыли, Вовчик готов принимать участие в торжественных открытиях торговых центров и показах нижнего белья для трансгентов. И буквально за несколько недель темники были полностью переписаны. Только недавно в Кремле всячески облизывали Аргентину, а теперь эту страну вспоминают исключительно в контексте покрывания беглых фашистов. На Западе обсуждают необходимость замены Зеленского на кого-то другого. Вот это вот фото. Наверное, проводят разведку местности перед побегом из Украины. Тем более, что Аргентина для Зеленского страна самая подходящая. Ведь нацистские бонзы бежали от мирового правосудия из Берлина именно в Аргентину. Но лично нам в речах Киосаяна куда сильнее запомнился вот этот момент. Послушайте, как описывает Бобролюб встречу Зеленского и Орбана. На инаугурации премьер-министр Венгрии Виктор Орбан застал президента Зеленского врасплох. Политик неожиданно столкнулся с Зеленским и начал ему что-то рассказывать. Лучше всего Орбан умеет рассказывать о преимуществах сотрудничества с Россией, встречах с Путиным, теплых батареях и дешевом российском газе. Теплые батареи, да? Нет, в Венгрии, может, и реально теплые. А вот в оккупированной Донецкой области, которую Россия считает своей, тепла и света нет уже несколько недель. В доме минус 6 градусов. Вот так и ходим. Вот одетые, полностью одетые штаны. У нас оборвались провода. Нет света. Вот с понедельника. Ночью как оборвались. И все, так и сидим. В холоде, без света. Вот так и греемся никак. Одетые, спим. Вот так и греемся. То есть, блэкаут в Украине, о котором мечтал в том числе и Киасаян, так и наступил. Я считаю, что мы должны отойти от этой очень понятной мне христианской, абсолютно миролюбивой позиции и понять, что идет война и как следствие. Во-первых, обесточить всю Украину. Просто, чтобы и спутники бы не помогали. Правда, есть нюанс. Случилось это на неподконтрольных Украине территориях. Люди реально замерзают зимой, а их проблемы никто не спешит решать. А говорят, нет заявки. То же самое ясно. То же самое. Нет заявки. Что значит нет заявки, если с первого дня люди звонят? Один провод провести. От одного столба до другого. Больше ничего не надо. Там ничего не заварено, ничего такого нет. И каким же отмороженным нужно быть, чтобы при таких вводных хвалиться теплыми батареями в Венгрии? Лучше всего Орбан умеет рассказывать о преимуществах сотрудничества с Россией, встречах с Путиным, теплых батареях и дешевым российским. Это ж просто типа унижение своих. Но Киосаяну на жителей Донбасса, очевидно, пофигу. Ну помрёт сотня другая людей от холода. Ничего страшного. Россия их со временем оживит. Миссис Клаус вот не даст соврать. Человечество рано или поздно придёт к воскрешению. Научно. Из ДНК научится регенерировать ткани и восстанавливать человека. Тут признаться, мы не знали смеяться или вызывать скорую помощь. Ведь одно дело слышать подобные отряженных фриков, а совсем другое – от человека, возглавляющего всероссийское иновещание. Человечество стоит на пороге бессмертия. Это уже непреложный факт для всех, кто интересуется медицинскими вопросами. Очень скоро, в течение десятилетий, нано-клеточки компьютерные будут вживляться нам в кровь, чинить всё, что поломалось. Человек будет жить вечно. С другой стороны, о чему удивляться? Ведь всё к этому шло. Ведь когда ты с каждым днём поднимаешь градус маразма, а народ молчит и кивает, то и о бессмертии к Новому году заговорить можно. Но у нас для импортозамещённой миссис Клаус плохие новости. Цитируя вашего же эксперта Михеева, до победы вы не доживёте. Если мы будем в этой же логике действовать такими же темпами, то, знаете, нашей с вами жизни не хватит на то, чтобы увидеть хоть какие-то успехи. Да и после смерти ничего, кроме забвения, путинским прихлебателям не светит. И не потому, что нам так хочется. Просто ровно таких же людоедских режимов эта планета видела уже много. И финал у всех был один. И лично у нас нет сомнений, что путинский рейх не станет исключением в этом правиле.